Здравствуйте, меня зовут Дарья Судрева. Что произошло в Ульяновской области 10 марта, расскажем в программе «Итоги дня». Смотрите сегодня в выпуске. Компенсация и инженерная инфраструктура. Как в Ульяновской области поддерживают многодетных. Ульяновских креативных бизнесменов поддержит Роскульт-центр. Просим жаловать на блины. В Ульяновске проходит масленичная неделя. Более 2,5 миллионов рублей получили многодетные семьи Ульяновска в качестве компенсации на обеспечение земельных участков электроэнергии и водой. На данный момент в кварталах, где выделяют земли многодетным, продолжается прокладка всех коммуникаций. Наш репортаж со встречи губернатора с многодетными. В Ульяновске пересмотрят закон о возмещении части затрат на строительство домов. Ее, напомним, получают многодетные семьи, которые строят дома на выделенных им земельных участках. Закон действует с 2020 года. Но, как показала практика, документ не совсем рабочие. Семьи не могут получить компенсацию, так как оценивается кадастровая стоимость дома. Теперь размер выплаты будет определяться, исходя из квадратуры. Кроме этого, если семья берет ипотеку или берет кредит на строительство дома, то по сегодняшнему закону это 25% компенсации. Мы приняли решение, что будет компенсация 50% от не больше 300 тысяч рублей. Поэтому такие изменения, которые очень важны для наших многодетных, которые они очень ждут. И с 1 июля 2021 года закон будет работать по-новому. Ожидается, что при условии принятия изменений больше 200 многодетных семей смогут приступить к возведению жилья. Тем временем в кварталах многодетных продолжается работа по прокладке коммуникаций. Так, за Волжье квартал Г полностью обеспечен водой. В соседнем квартале Д вода проведена на две улицы. В апреле начнется разводка. В следующем году начнется строительство газопровода. У нас система электроснабжения обеспечена полностью. Из них 106 земельных участков уже подключились. 224 земельных участков выключили договорно-технологическое подключение. По обращениям освещали улицы Каштаново, Дементьево, Хабибулино, въезд детскую. Приведут в порядок и дороги. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт дороги, ведущей к селу Архангельское. Электроснабжение проведено и в район села Карлинское. Весной приступят к монтажу водопровода. Квартал в селе Луговое также подключен к электроснабжению. Дома подключают по заявлению самих граждан. Многодетные могут получить компенсацию затрат на подключение домов к электроснабжению и набурение скважин. По поводу дорог 3000 метров, дорог отсыпаны инертными материалами. В этом году также будем продолжать отсыпать 13 направлений. По 13 дорогам мы вынесли границы в натуре, чтобы определить, где у нас дороги, как по плану у нас происходит, чтобы в этом году также продолжить отсыпать эти дороги. Жители Лугового попросили главу региона организовать школьный маршрут. Массив большой, школьникам приходится идти до образовательного учреждения по 3-4 километра. Автобусы окупят в ближайшее время. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. Дом для сирот на улице Свердлово в Димитровграде был сдан чуть больше трех лет назад. Можно сказать, что сразу после заселения жильцы почувствовали на себе все коммунальные страдания, начиная от протечки крыши, холодных полов и проблем с канализацией. Буквально неделю назад в доме вновь произошло ЧП. Подвал начало затапливать канализационными водами. Наши коллеги из Димитровграда разбирались в проблеме вместе с жильцами. Свердлово 17А. Многострадальный дом для сирот, пожалуй, известен уже всем димитровградцам. На протяжении чуть более трех лет с момента сдачи дома здесь постоянно происходят коммунальные катаклизмы. На сей раз проблема, скажем так, дурно пахнет в прямом смысле этого слова. Проблема не заканчивается, наоборот, она все больше и больше. У нас 1 марта прорвало канализацию, и все идет у нас в подвал. То есть подвал сейчас затоплен, пройти туда нельзя, дверь открыть тоже нельзя. Обращались во все инстанции. Помощи пока никакой нет. Я живу на втором этаже, из подъезда я не могу выходить, в подъезд не могу заходить, у меня всегда рвотная реакция. То есть выхожу, у меня прям сразу охота рвотная реакция. Обращались мы к Смекалину. Смекалин сам даже лично приезжал, здесь уже всех построил, но дальше дело не идет у нас. К региональному правительству за помощью жителей многострадального дома обращались неоднократно. Поводов, увы, было немало. И крыша протекала, и полы холодные в квартирах, и с отоплением беда. История давняя. По словам местного депутата Алексея Завьялова, дом с многочисленными недочетами не должен был быть изначально принят заказчиком городской администрации. Был суд состоялся, было решение суда. То есть дом был принят администрацией с нарушениями неисполнения, то есть именно в части канализации водоотведения. Канализация водоотведения – это должна быть отдельная труба на улицу рабочая, подключенная с КНС. Брошенная застройщиком временная труба не спасает ситуацию, поскольку дом находится в гарантийном периоде, за качественное водоотведение несет ответственность застройщик. Но на деле, получается, дом висит в воздухе. Они нигде не зарегистрированы, они ни у кого на балансе не числятся, ни у города, ни у горводоканала. Их на балансе нет. То есть мы их видим, по факту, да, они есть на картах, то есть на схемах и тому подобное, их нет совсем. Получается, дом-призрак с вполне реальными проблемами. Выход все же пусть и не простой и не скорый из этой ситуации, по словам Алексея Завьялова, есть. Процедура где-то это будет длиться год, то есть по передаче сетей. Это целый год будет у нас календарный. Сейчас с моей стороны буду я выходить на депутатский корпус с предложением, наверное, городу выделить деньги и заключить прямой контракт с горводоканалом, пока вот эта вся процедура идет, чтобы все-таки обслуживание, то есть было обслуживание. Своё предложение депутат намерен внести в повестку дня ближайшего заседания городской думы. Только как это будет воспринято народными избранниками и насколько быстрое решение будет принято. Тем временем жителям Свердлово-18 уже сейчас нужна реальная помощь. Жить в прямом смысле в канализационных условиях не хочется никому. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специальная для Управда-ТВ. Ульяновские сувениры завоевали два гран-при на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Абсолютными победителями призвана кепка Ленина и подарочный музыкальный инструмент с кузоватовской росписью музея-балалайки. Итоги конкурса подвели в Уфе. Всего в этом году на туристическом сувенире были представлены почти 4000 изделий из 65 регионов страны. В финал вышли 420 туристических продуктов из 34 субъектов России. По информации регионального агентства по туризму, кепка Ленина с известной цитатой вождя «Верной дорогой идете!» товарищи шьют с 2018 года по оригинальному макету из натуральной шерсти. А вот музей-балалайки открылся в Ульяновске 8 лет назад. В 2018 году музыкальные инструменты начали поставлять в Европу. А в прошлом году музей презентовал линейку продвинутых инструментов для профессионального обучения и концертной деятельности. Напомним, развитие туристической отрасли – одно из ключевых направлений инвестиционной политики региона. Правительство Ульяновской области и Роскульцентр начнут сотрудничество. Соответствующее соглашение стороны подписали в Москве. Совместные планы масштабные и амбициозные. Регион уже готовится к проведению всероссийского урбанистического хакатона «Города», который пройдет в этом году, а также к целому ряду других мероприятий. В Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал соглашение с директором Роскульцентра Мариной Абрамовой. Главная цель сотрудничества – системная поддержка креативных индустрий. Для российской экономики креативная индустрия – это новый, еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом. К нему относят более 30 различных видов деятельности. Это дизайн, архитектура, кино, телевидение, мода, музыка и многое другое. Помогают молодым талантам развиваться в Роскульцентре. В нашей стране невероятный объем творческой молодежи, которая конкурентоспособна во всем мире. Наша задача не мешать. Наша задача – создать условия, создать инфраструктуру для того, чтобы они могли получить качественное профобразование и развиваться дальше, делая свои бизнесы в сфере креативных индустрий. Среди совместных проектов Ульяновска и Роскульцентра – субсидирование локальных брендов, льготная аренда точек продаж, организация бизнес-программ для предприятий креативного бизнеса, проведение международных бизнес-инкубаторов для предпринимателей. В этом году запланировано проведение ряда мероприятий. В октябре мы проведем флог о президенте креативной индустрии Сан-Андрис, причем не только Сан-Андрис, но и ряда других представителей гепропейских государств. В ноябре мы примем 10-е национальное мероприятие в области сферативного туризма. Но это только малая часть тех мероприятий, которые мы благодаря вообще подписанному соглашению на лету провести у себя. Губернатор выразил готовность провести летом финал Всероссийского архитектурного хакатона города. А результатом проекта станет разработка архитектурных проектов молодежных территорий. Также ульяновские предприниматели поучаствуют в российской креативной неделе. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. В исправительной колонии номер 2 состоялся крестный хоз с частицами мощей исповедника Гавриила Меликесского и блаженного Андрея Симбирского. Шествие возглавил митрополит Лонгин. Послам владыки, прихожане церквей, находящихся в подобных учреждениях, должны быть ближе к сильным святыням. Люди находятся здесь достаточно долгое время, не могут никуда попасть, не могут прийти в обычные храмы, находятся те или иные святыни. И вот поэтому святыни пришли к ним. В этом исправительном учреждении находятся более тысячи осужденных. У каждого из них есть право посещения храма в определенные часы. Во время визита в колонию владыка Лонгин совершил божественную литургию. По ее завершении все прихожане приняли участие в таинстве причастия. Митрополит поблагодарил каждого присутствующего и пожелал, чтобы Господь услышал их молитвы. В этом богослужении участвовали как сотрудники, так и отбывающие наказания. Масленичная неделя в самом разгаре. Ульяновские библиотеки подготовили праздничную программу по такому случаю. В эти дни библиотечная система приглашает горожан на проводы зимы. Алина Тихонова продолжит. Издавна на Руси было принято отмечать масленицу широко и с размахом. Народные гуляния длились всю неделю, сопровождались многочисленными играми и забавами. В этом году массовые гуляния в Ульяновской области отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, библиотеки подготовили для жителей интересную программу. Я сейчас каждый год тоже так же стараюсь для людей проводить вот такие вот праздники-масленицы. Это объединяет людей. Более дружно живут соседи. Всякие игры придумываем. Перетягивание каната. На быстроту да на ловкость. Снежки. Например, сотрудники детской библиотеки номер 26 в Киндяковке приготовили для гостей игровую программу «Веселый заигрыш». Бои подушками, перетягивание веревки, прыжки в мешках, традиционные забавы помогли взрослым окунуться в детство. Масленица, пожалуй, самый долгожданный и веселый праздник. Ну и, конечно же, масштабный, ведь празднование длятся целую неделю. Люди ходят друг к другу в гости, поют, танцуют и, конечно же, угощаются блинами. Праздник стал хорошим поводом провести время в кругу родных. Вспомнить традиции. Главное – доброта, щедрость и любовь к ближнему. Большинство ульяновцев не празднуют масленицу, как это было принято раньше. Но, тем не менее, без блинов мало кто себе представляет проводы зимы. Полакомиться угощением любят как взрослые, так и дети. Мы с внучкой каждое воскресенье на проводы зимы ходили в рощу. Ели там блины, пили чай, катались на каруселях-качелях. Прекрасно отмечали. Отмечаем вон в Винской роще гуляний. Ну и дома кучем. Да, будем дома. Также блины. Мы обычно ходим гулять с ребенком. Или в Слободу ездим в Архангельскую на праздник, или в парке ходим. Блины кушаем со сметаной, со смущенкой. И вот, все очень. Ой, мне нравится, во-первых, с начинкой или с повидлой, или с вареницем. А внуклю с медом, с смущенкой, с ластенкой. Масленичное гуляние – добрая традиция встречи весны для верующих, подготовка к Великому посту. Праздник, зародившийся в глубокой древности, гармонично влился в нашу жизнь. В третий день масленицы, который получил название «Лакомка», во всех домах накрывались пышные столы. Учреждения культуры региона не стали исключением. В этот день в библиотеке номер 24 прошла игровая программа «Гости, наша дорогая масленица». А час истории праздника и фольклора можно было прослушать в 25-й и 37-й библиотеках. Мероприятия, посвященные проводам зимы, будут проводиться до 14 марта включительно. С программой гуляний можно ознакомиться на официальном сайте «Централизованная библиотечная система». Алина Сихонова, Юрий Ломатов, Управда ТВ. Для студентов Ульяновского музыкального училища провел мастер-класс дирижер Айрат Кашаев. В прошлом выпускник Московской консерватории, а ныне действующий дирижер Большого театра, в первый раз работал в подобном формате. Айрат предпочитает педагогической деятельности, исполнительскую. Но для ребят из нашего заведения артист сделал исключение. Маэстро уверен, талант дается свыше. Из прикладных навыков он считает главными собранность и концентрацию. Благодаря этим качествам можно не растерять магию искусства даже в самый критический момент. Поскольку наступает момент, особенно часто это встречается, происходит на спектаклях, когда происходит некий форс-мажор, и задача не остановиться, довести до конца спектакль, при этом сделать так, чтобы это не только не развалилось, но чтобы и в зале зрители, слушатели не поняли ничего. Айрат Кашаев не только провел мастер-класс для юных дирижеров-хоровиков, но и выступил на сцене Ленинского мемориала с Ульяновским государственным оркестром «Губернаторский». На основной сцене Ульяновского драматического театра состоялась очередная премьера, на этот раз криминальной драмы «Мать вас» Железнова по пьесе Максима Горького. О спектакле подробно смотрите в материале Ирины Антоновой. «Васса Железнова» или пьеса о матери была написана Максимом Горьким в 1910 году. Хотя «Мать» лишь под заголовок первого варианта автора пьесы, режиссер Ульяновского спектакля Максим Копылов сознательно меняет авторский порядок заглавий. Он ставит прежде всего пьесу о матери, и только во вторую очередь говорит о личности Вассы. Ну, я хотел посвятить его и посвящая его матерям, потому что встает в какой-то определенный момент в жизни каждой матери тот момент, когда приходится выбирать между долгом, между семьей, между какими-то своими желаниями и обязанностями. Это выбор матери, непростой. Вот каким может быть выбор ее? Спектакль посвящения. Коллектив театра также посвятил спектакль памяти народной артистки России Кларины Ивановны Шадько. Именно 8 марта всегда на сцене она отмечала свой день рождения. И ровно 40 лет назад тогда еще заслуженная артистка РСФСР Клара Шадько вышла на ульяновскую сцену в роли Вассы Железновой. В новом спектакле главную роль исполнила заслуженная артистка России Елена Шубенкина. Характер очень сильный, целеустремленный, жесткий. А с другой стороны это несчастная мать, которой приходится принимать непростые решения. Может быть даже через свою какую-то боль наступать себе на горло. Но делать так, потому что это надо, это лучше. Максим Копылов дал своему спектаклю особое жанровое определение – криминальная драма. В центре внимания оказывается судьба семьи, оставшейся без главы. И непростой путь матери, где есть место и родительской любви, и преступлению. Стильное пространство спектакля придумал и воплотил главный художник театра, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Медведь. В спектакле задействованы заслуженный артист Украины Андрей Бориславский, Марк Щербаков, Юлия Ильина, Татьяна Денисенко, Дарья Долматова, Мария Жижела, Виталий Злобин и другие. Ирина Антонова, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается солнечная погода. Днем столбик термометра удержится на отметке в минус 15 градусов. Ветер северо-западный – 10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok